Лайф из Гуд Я впервые познакомилась с компанией в 2015 году в городе Алматы, меня пригласили на презентацию жилищного кооператива. Приехал молодой, интересный, креативный джентльмен, который представил этот жилищный кооператив. И это был Василенко Роман Викторович. Мне проект понравился, потому что в то время я работала в Сенате парламента и отвечала за законопроекты именно по социальным вопросам. Это действительно гениально. Вот все, что просто, то гениально. И именно это пришло в голову нашему президенту. Даже правительство нашей страны не в состоянии решить этот вопрос социальный. Проблема жилья, она и сегодня остается актуальной. Я, конечно, восприняла. В конце лекции он говорит, кто за этот проект, кто хочет работать в нашей компании. Я, в общем-то, особо понятия не имела. И первая подняла руку, сидела на первом ряду. Это я хорошо помню. Все, лекция закончилась, руководители разъехались. Я, как называется, вступила, внесла свои 1100 евро, вступила, открыла счет. И я узнаю через некоторое время, что это сетевой бизнес. И тут, конечно, у меня все пропало. Я сказала, я не буду. Мне не звонить. Я не буду заниматься этим. Для меня сетевой бизнес – это правда. И то, что негативное. Я 45 лет работала в государственных органах, начиная обком, райком, партии, 10 лет дипломатом, сенате парламента. У меня не было ни одного дня перерыва из одной должности в другую. И тут мне предлагают сетевой бизнес. Вы знаете, у нас вообще в Казахстане тоже считается это как бы ниже моего достоинства. Это я буду в какой-то сетевой компании. Но я продолжала ходить на их все семинары, на все обучения. Спасибо советникам президента, которые постоянно оказывали практическую помощь Казахстану и проводили семинары. 15-16 год. Это действительно не было ни слайдов, ничего. Но они с энтузиазмом все это рассказывали. Я, конечно, постепенно входила в этот процесс. Но все равно меня это все отторгало, потому что это сетевой бизнес. И однажды, разговаривая с сенаторами, они говорят, что наша пенсия, 75 тысяч тенге, это начало, да, это приблизительно около 200 евро. Когда я это узнала, у меня приближался этот возраст. Я была в шоке. Я думаю, боже мой, 45 лет. Это действительно вот сетевики рассказывают в своих лекциях, говорят, это люди по найму, которые работают с 9 до 9, ничего не имеют. Конечно, я все имею. Я благодарю то прошлое, в котором я жила. Но я начала судорожно думать. Мне надо что-то принимать. И имея опыт работы аппарата президента, сената, дипломатия во всех органах, в любой компании есть свои правила. И мне говорят, вы должны пройти риторику. Когда я обучала всех дипломатов, закончила высшую партийную школу, академию общественных наук, две дипломатические академии, и мне предлагают пройти эту риторику. Конечно, я приехала в Астану. И я с удовольствием это прошла. Спасибо вам, советники президента, которые вы настойчиво проводили свою политику в эту жизнь. И действительно, в любом возрасте я должна была принять, потому что я была на риторике ЛС1, ЛС2, ЛС3. И на одном из обучений они говорят, вы должны принять решение. Или здесь, или вы будете там работать. Мне принять это решение действительно было очень тяжело, я вам честно скажу, потому что я работала советником министра иностранных дел, ответ секретарем коллегии. Это должность, которая назначается президентом страны. И мне заявить своему руководителю, председателю сената, что я ухожу в какую-то сетевую компанию, да просто никто бы не понял. И сказали, ну действительно, и тут я уже на четвертом уровне. Вы не поверите, я не понимала, что такое маркетинг. И однажды я Евгению Чичаку говорю, слушай, четвертый уровень, я не знаю, а как дальше. А он говорит, ну вот когда все познаете, сразу станете директором. И действительно, в том году я стала директором шестого, наследующий, значит, директором седьмого уровня. Это компания, которая дает все, ребята, все дает, обучение, система поставлена. Даже у нас в партии такого не было, честное слово. И я думаю, боже мой, куда я попала? И я пишу заявление, и я увольняюсь. Ну, руководство меня пригласило. Какие обиды? Я говорю, нет, я ухожу директором компании. Ну я не сказала, что честно говорю, в сетевую. Я сказала, директор, я компании. О, ну это супер, здорово. Я ушла. Ну мои достижения, вот то, что каждый год ты открываешь этот уровень. У меня команда в России, в Казахстане, в Киргизии. Я благодарю вас здесь, я вас люблю всех, они все здесь. И когда я начала смотреть, вот здесь сидят ребята, второй, третий, четвертый, пятый уровень. Вы понимаете, заработная плата четвертого, пятого уровня, это у нас Аким города Алматы получает такую зарплату. А далее, ну пятый, шестой уровень, это зарплата министра. У нас вот здесь сидят все, это премьеры, потому что седьмой, восьмой уровень, это зарплата премьер-министра. И я горжусь сейчас, что я именно в этой компании, спасибо Роману Викторовичу, который организовал этот холдинг. Ребята, не задумывайтесь, я два года действительно наблюдала и как бы затянула во времени. Но никогда не поздно и в 67 начать этот бизнес и иметь такую карьеру. Я горжусь этим и желаю вам этого. Спасибо за все. Life is good. Life is good. С первым. Держи к нам. Много манова.